Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую для себя придумки, задумки в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки и немного лайфсторис, что не меняет аббревиатуру канала. И потому канал назвал СУП-ЭЛЬ. Сегодня серия о лайфхаке. Я поделюсь и зафиксирую для себя свой способ фокусировки. Он будет актуален, думаю, для большинства зеркальных камер. Ну а в частности это Nikon D750 и, собственно говоря, я, потому что тоже зависит от стиля съемки и в каких жанрах снимаем. Итак, вначале я расскажу о трех вариантах фокусировки на камере. Первый вариант это автофокус. И когда, я даже не знаю точно, как правильно он емко называется, когда камера самостоятельно определяет, вы фотографируете неподвижный предмет или он движется. И тогда камера переходит в непрерывную фокусировку. Иногда камера может ошибаться и не понимать, кто движется, объект или камера. Вот потому я им и не пользуюсь. Второй вариант фокусировки режим. Это AF-S. Подходит для статичных объектов. Третий вариант AF-C. Континьюс. Это непрерывная фокусировка. В каждом из режимов есть разные настройки. Там по 9 точек, по 21, по 51. 3D слежение касается непрерывных фокусировок. Групповая фокусировка. Четыре точечки. Раз, два, три, четыре. 3D фокусировка это был крик технической моды. Когда только выходила камера на форумах, там многие удивлялись, как бегает определялка фокуса в видоискателе. Как это круто. Но сейчас этим не удивишь, потому как беззеркальные камеры сейчас фотографируются по личикам, по мордочкам животных. Ну и 3D специфическое слежение, он все-таки имеет право слетать. Важным моментом в настройке автофокуса является приоритет срабатывания. Спуск или фокусировка. Ну, по определению понятно. Если у нас приоритет спуск, фотографируют в любом случае. Если приоритет фокусировки, камере необходимо сфокусироваться, а потом произвести снимок. Кстати, в моем варианте эта настройка не будет играть существенную роль. Будет понятно чуть позже. Важным моментом для фокусировки, для работы с фокусом, для меня, является переприсвоение кнопки фокуса на другие кнопки камеры. Переприсвоил кнопку под большой палец на кнопку блокирования экспозиции. Подхожу к своему способу фокусировки. Я фотографирую в режиме AF-C, непрерывная фокусировка. Непрерывная фокусировка. И опытным путем выяснил, что мне лучше всего не по сингл-точке, не по одной точке, а брать группу точек, четыре точки. Более цепко берет фокус. Как я говорил раньше, кнопочка фокусировки у меня под большим пальцем. Но, все-таки, есть случаи, когда удобно перевестись в традиционный вариант AF-C, когда необходима подсветка фокуса. Такие случаи встречались, когда давненько фотографировал мероприятия, и люди подходят в темных помещениях абсолютно, там света нет, и сфотографируй, брат. Вот здесь нужно подсветить чем-то. Либо подсветка с камеры, или же, если используется вспышка, а в таких помещениях-то без вспышки не обойдешься, подсветка идет со вспышки красной сеточкой. Вспышка может быть прицеплена на башмаке или вынесена. Можно не прибегать к такому способу, а применить смартфон или карманный фонарик подсветить. Можно и так. Но это, собственно говоря, единственные моменты, когда необходима подсветка камеры. Главный принцип хорошего срабатывания автофокуса, в особенности, который работает по фазовому принципу, это когда мы через видоискатель работаем, это наведение на контрастные детали, соединение светлого и темного. Это является основным условием, чтобы камере обеспечить быструю и точную фокусировку. Такой способ фокусировки мне удобен по таким критериям. Я фокусируюсь, могу фокусироваться постоянно, вне зависимости от того, объект движется или я приближаюсь. Разделив кнопку фокусировки, я могу давать задачу себе фотографировать в любой момент, когда камера сфокусировалась или камере не нужно фокусироваться. И, собственно говоря, в одном режиме я совмещаю режим для съемки неподвижных объектов так и подвижных, и включая, что фотограф может быть подвижным. Ну, думаю, осветил и для себя отметил. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Всем здоровья и достатка. Пока.